Здравствуйте! Это программа «Интервью» в студии Татьяны Потанины. Сегодня я хочу вас познакомить с людьми, без которых, наверное, сейчас борьба с коронавирусом невозможна. Я говорю о волонтерах. Их помощь сейчас нужна и медикам, и тем, кто болеет дома. Активно сейчас набирают добровольцев для того, чтобы вновь пожилым развозить продукты и лекарства. И сейчас с нами на связь выходит Ирина Назарова. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! Руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества в Красноярском крае. Ирина, я знаю, что вы сейчас тоже плохо себя чувствуете и лечитесь дома. Спасибо, что нашли время связаться с нами. Расскажите, пожалуйста, какая, собственно, в первую очередь требуется помощь от волонтеров? Это помощь в доставке продуктов и медикаментов для одинокопроживающих пожилых граждан Красноярского края и ветеранов Великой Отечественной войны. То есть те граждане, кто старше 65 лет, вот им особая помощь и особая защита сегодня больше всего требуется. Мы сегодня в первую очередь говорим про тех, кто вообще не может самостоятельно себе помочь. Может быть, нет близких родственников, может быть, нет знакомых, которые могут сегодня оказать такую помощь. И здесь уже включаются, собственно, волонтеры. Но когда мы говорим о помощи волонтеров, речь не только о приобретении продуктов и их доставке. Нам, как всегда, как, к сожалению, в предыдущий раз, очень требуются автоволонтеры. То есть те люди, которые имеют собственные автомобили, готовы в свободное время помочь привезти волонтеров до магазина, чтобы это было и быстрее, и оперативно, и те продукты, и медикаменты, которые необходимы, были доставлены конкретно сейчас. Опять же, по первой волне, сколько примерно подопечных, скажем так, выездов приходится на одного волонтера? За только два месяца к нам поступило порядка 20 тысяч заявок только на региональную горячую линию. А волонтеров у нас было чуть больше двух тысяч человек. Поэтому простой математикой, ну, это порядка ста заявок на одного волонтера минимум. Эта работа не прекращалась. Сейчас говорить о каком-то подходе только через горячую линию нам не приходится, потому что в большинстве муниципальных образований Красноярского края эта работа не прекращалась ни на минуту. И все те наши граждане, кто нуждаются в такой помощи и в такой поддержке, они по-прежнему обращались в молодежные центры Красноярского края. И наши волонтеры нашего Красноярского края, они эту помощь оказывали и без горячей линии, а просто по зову сердца, потому что уже знакомы с этими бабушками, просто сами могут им позвонить и спросить, какая им помощь нужна. Ну, большинство все-таки, насколько я понимаю, волонтеров — это молодые люди, да? Студенты. Принято так считать, да, что это молодые люди, но это не всегда так. И сегодня, если говорить о каком-то образе волонтера в Красноярском крае, в среднем это 25-35 лет, и чаще всего это мужчины. Волонтеры все же рискуют своим здоровьем, как бы то ни было, да? Какие средства защиты? Как вы вообще их защищаете, чтобы они и не заразились сами, и не заразили, может быть, своих подопечных? В первую очередь мы стараемся доставлять покупки без передачи наличных средств. То есть мы не передаем деньги. Стараемся по максимуму сделать так, чтобы все-таки оплата продуктов и медикаментов была безналичным расчетом. В случае, конечно, если это невозможно, к сожалению, такие случаи тоже у нас бывают, то передача происходит, но наши волонтеры точно так же. Они и в масках, они и в перчатках, и с антисептиками. Они ни в коем случае не входят в квартиру к пожилому человеку. То есть они доставляют продукты, медикаменты только до двери. И мы, безусловно, по телефону всегда информируем обращающихся к нам граждан, чтобы когда они забирают продукты и медикаменты, если вдруг они передавали средства, чтобы они в первую очередь обязательно после нас помыли руки, умыли лицо, обработали антисептиком. И те продукты, которые мы им привезли, тоже обязательно помыли, вот эту такую условную дезинфекцию по ним провели. Если честно так признаться, много волонтеров сейчас болеет, много тех, кто в первую волну работал, сейчас пока не может присоединиться к вам. Ну, волонтеров болеет действительно очень много. Но не знаем, радоваться этому или огорчаться. Многие из ребят уже переболели, уже готовы вставать в строй. Кто-то сейчас болеет, но там бессимптомные. Мы ждем, когда пройдет необходимый период для них самоизоляции, чтобы получить уже отрицательный тест. Вот каждому волонтеру, наверное, задаю этот вопрос. Ну, все-таки вы сами по-человечески не боитесь и домой принести, да, к родителям, может быть, к родственникам инфекцию и самой заболеть? Вот вы лично. Вы знаете, я боюсь. И так случилось, что инфекция не обошла стороной мою семью. Но, как говорят, волков боятся в лес не ходить. И я заботюсь о своем здоровье, о здоровье своей семьи. И понимаю одну вещь очень простую. Мы люди, пока мы помогаем друг другу. И все, что могу сегодня я, это проводить всевозможные меры профилактики в своей семье, в своем коллективе для того, чтобы не допустить заболевания. Хотя, опять же, медики говорят некоторые, что лучше переболеть, чтобы был иммунитет на вирус. Но, тем не менее, пока мы все вместе, пока мы друг другу помогаем, я думаю, что мы справимся с любой болезнью. А для того, чтобы не заболеть, ну, как всегда нам говорят врачи, пейте больше витаминов, кушайте фрукты, овощи. Мы этим всем занимаемся и надеемся, что скоро все это закончится, и мы вернемся в нормальный режим нашей жизни. Ну что ж, Ирина, я желаю вам здоровья. Поправляйтесь скорее, возвращайтесь в строй к волонтерам. Ваша помощь, я думаю, им очень нужна. Спасибо. Сейчас очень много вызовов у врачей из поликлиники. Вот чтобы они вовремя успевали к пациентам доехать, конечно же, очень требуется помощь волонтеров-водителей. Недавно в соцсетях как раз объявили такой вот набор, скажем так, просьбу о помощи, и очень много людей откликнулись. В том числе и откликнулся Андрей Стрижак, он сейчас с нами на связи. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, почему вы, собственно, откликнулись на этот призыв? Ты помог, помогут тебе. Ну, вот такой, так сказать, круг жизни, я бы это так назвал. То есть человеческая взаимопомощь, на ней же должно строиться, в том числе и общество. Ну, а вам самому не страшно? Это же врачи, которые, собственно, в зоне риска, и они едут к больным людям. Вот на своей машине самому не страшно? По возможности, да, там все поверхности протирают, так сказать, с которыми взаимодействую и я, и пассажир мой. Поэтому практика показывает, что никаких симптомов не появляется. И поэтому никакого страха нет. Сколько вы уже работали, собственно, волонтером, сколько вызовов вы помогли осуществить? Ну, конкретно вот в этот период, в последний, я ездил несколько дней, ну, так вышло ввиду моего свободного времени. То есть в каждый день на это уходило примерно по 2-3 часа. И за эти 2-3 часа, ну, мы объезжали порядка там 6-7 адресов по советскому району, по северному. Вот. Хотя вообще врачи, врачи-участковые сейчас работают в таком темпе, что у них бывает под 20 выездов в день. Вот. Но на это уходит весь их рабочий день. То есть там с 8 утра до 7 вечера. По мере возможностей я помогал им хотя бы часть этого объехать, обойти по пациентам. Ну, наверняка делятся с вами, да, врачи, кому едут, что за помощь нужна. Вот расскажите, к кому вы выезжали? Мы выезжали на, в основном, такую терапевтическую помощь. Вот. То есть людям, которые, возможно, не хотят, не то, что не хотят, не имеют возможности сходить в поликлинику, либо видят какие там очереди, какая там ситуация, понимают, что лучше они вызовут врача. Вот. Хотя иногда, ну, это, конечно, не в моей практике, но я слышал про случаи, когда есть не совсем такие, скажем, ну, добросовестные, что ли, люди, которые, зная, что у них симптомы ковида, чтобы к ним приехали быстрее, вызывают обычного врача, потому что они знают, что, ну, с ковидом получается немножко дольше вот это ожидание. Но я, слава богу, на такую ситуацию не попадал. Но бывает и такое, к сожалению. Ну, вот когда размещали эти объявления, помогите врачам вовремя добраться, да, и обслужить всех, кто нуждается сейчас в помощи, говорили о том, что будут машину как-то обрабатывать, предлагать волонтерам те же маски, да, с антисептики. Так и есть? Я ездил на обычные вызовы, ну, потому что таким врачам тоже нужна помощь. А там, ну, про санообработку речи не было, потому что не было контакта с ковидом. А вообще обрабатывают, да. Тем, кто помогает ездить по подтвержденным случаям, им, конечно, обрабатывают машину. Вы за это время переболели или ваши близкие сталкивались с этой инфекцией? Нет, ни я, ни мои близкие к большой радости с этим не сталкивались, но знакомые есть, да. И друзья болели. Ваши близкие, родственники как относятся к тому, что вы, ну, скажем, сознательно рискуете своим здоровьем? Нормально, нормально, с пониманием, с уважением. То есть у меня, вот, например, родители, в принципе, тоже в группу риска входят, вот, но, опять же, я им все это объясняю, что вот я, как бы, дезинфицируюсь, что все нормально. Как видите, за полгода ничего не произошло. Поэтому со временем стали относиться с пониманием. Поначалу с осторожностью, но сейчас все нормально. Андрей, спасибо вам за то, что вы делаете. Вот искренне прямо я вам восхищаюсь. Если честно, я бы, наверное, так не смогла. Спасибо вам большое. И еще один волонтер с нами сейчас на связь выходит. Это Валерия Бородулина. Валерия, здравствуйте. Здравствуйте. Валерия Бородулина – это волонтер-медик, а она студентка шестого курса. Валерия, чем вы занимаетесь? Что в ваши обязанности входят? В мои обязанности входят ездить к людям с подтвержденным диагнозом ковид, доставлять им продукты питания и лекарственные средства. А какую-то медицинскую помощь вы оказываете? Нет. Максимум, что мы можем сделать, это поехать в поликлинику, взять рецепт на препарат и съездить за ним уже в аптеку, получить за них его и доставить к Твери. Они не имеют права выходить из дома до прихода двух отрицательных мазков, пока у них не будет закрыт больничный лист. Это большой риск. Как вы себя защищаете? У вас есть тоже спецкостюмы? Нам выдали полностью все средства индивидуальной защиты. У нас есть костюмы, есть антисептики. Мы полностью все обрабатываем и утилизируем в отходах класса Б. Чем еще волонтеры-медики занимаются? В данный момент мы только с ковидными. Моя бригада конкретно работает. Также ребята есть, которые ездят в поликлиники. Они измеряют там температуру, помогают терапевтам участковым с выпиской рецептов и обзвоном пациентов с ковид. Врачам очень тяжело, и мы пытаемся им помочь всем, чем можем. Ну вот какая нагрузка, собственно, на волонтеров-медиков? Вот у вас сколько подопечных ежедневно бывает? По сколько часов работают медики-волонтеры? У меня в группе 15 человек. За этот месяц мы выполнили 47 заявок. Стараемся выезжать каждый день. Это люди, которые действительно сейчас как никогда нуждаются в помощи. Потому что они впервые в такой ситуации, что они не могут выйти никуда. Валерия, были ли какие-то нестандартные, скажем так, заказы? Может быть, что-то необычное из продуктов заказывали? Вам долго приходилось это искать? Нет, обычно у нас такого нет. Но один раз было у человека день рождения. Мы об этом узнали и привезли еще букет цветов в подарок. Валерия, большое спасибо. Я напомню, что сегодня мы общались с волонтерами, с теми людьми, кто помогает и врачам добраться до пациентов, и тем, кто болеет дома, и пожилым доставляет и продукты, и лекарства. Что ж, большое им всем спасибо. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин